Между тем, мои опыты каждый день зримо приближали меня к моей цели. Я не стану объяснять практическую сторону своего открытия. Она и мне осталась не до конца ясна. Я долго готовил необходимую тинктуру. И вот однажды купил у оптовой фирмы МАО значительное количество соли. Той соли, которая оказалась последним необходимым мне ингредиентом. Так мне впервые удалось приготовить тот самый препарат. И я не удержался от эксперимента. МАО. 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 МА. МАО. 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 МА. 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 Однажды, Атерсон, вы стали невольным свидетелем моего эксперимента, когда случайно встретились... Теперь я думаю, случайно ли? Встретились с Эдвардом Хайдем. Я и сейчас испытываю радость от той встречи. Ведь в облике Хайда существовала часть моего высвобожденного я. Так я потерял власть над собой. Хайд становился все более деятельным и неуправляемым. Но мне нравились его молодость, сила, разнуздность. Освобожденность от всех запретов. Я не устоял перед искушениями подобной жизни и незаметно превратился в раба худшей своей половины. Половины... Ага... Ага... Ага...